Вот где деревья, видите, кончаются. Это всё был пруд. Ещё в прошлом году на этом месте был пруд, куда местные жители ходили купаться. Летом сюда пригнали технику, а водоём засыпали. Сегодня вместо него песок и мусор. Сейчас, в данное время, волнует нас прежде всего что? Что вот отсюда, от этого родника, идёт водоносный слой на уровне примерно от 10 метров глубиной, и в которой идёт вода во все деревни. При завозе сюда непонятного отброса, представьте, что будет в наших колодцах. Жители окрестных сел бьют тревогу. Плодородный слой почвы разрушается. На поле, где ещё недавно росли подсолнухи, вырыли карьер. Староста деревни Ворыпаева считает, земли, которые предназначены для сельхозугодий, используются не по назначению. До сих пор мы не понимаем, что происходит. Кто засыпает, что производит. Потому что вокруг, здесь я постоянно живу, и жители живут. Здесь были земли, они сельхозназначения. С проверкой в Ворыпаево специально приехала комиссия Россельхознадзора. Об этом визите компанию «Арендатор» карьер управления номер 37 предупредили заранее, но охранники не сразу пустили на место инспекторов. Разрешение на работы арендаторы представить не смогли. Это сельхозземля, сельхозпроизводство. В настоящий момент сельхозпроизводство здесь не идёт. И если идёт вопрос о съёме и порче плодородного слоя, который вы видели, траншея больше 180 метров, и в конце карьер разработка уже порядка 50-70 метров, глубиной до 15 метров. И к собственнику и карендатору будут применяться определённые статьи. Горозит штрафом. Проверка по факту разработки карьера будет продолжена. Если компания не предоставит документы на разрешение работ, будет поставлен вопрос о нецелевом использовании земли. Наталья Агеева, Елена Филина, Владимир Новиков, Подольский район, Новости Подмосковья.